пошел я сегодня по дороге тут на коптере слетал видел вот эту дорогу нынче летом здесь буровики стояли вдоль ручья сделали дорогу мне как раз здесь пути проходит я когда первый или второй день в избушке был посмотрел с высоты что здесь дорога проходит подумал что надо идти снимать капканы вот один я уже сразу же там нашел дерево было повалено трактором но я его снял сейчас вот надо еще 6 капканов снять иначе снег потом упадет их не будет видно пока вот снега нету надо их снять иначе потом вообще и найдешь собаки куда-то убежали нах и в другую сторону машине а я-то не к машине иду я почти параллельно только по ручью сейчас посмотрел по системе слежения получается два с лишним километра уже до них упороли они в другую сторону короче по дороге прямо бегут старый бежит молодая следом за ним как хвост ведомая самостоятельности нихрена нет нынче вот для нее будет решающий сезон как бы второй сезон полноценный ей два года был будет в ноябре если ничего не покажет так и будет бегать хвостом то все на этом ее карьера закончена тем хорошо вот сейчас вот буровики дороги то сделали ходить тут намного проще тот после пожара вот такая вот хрень кругом здесь проблем на по лесу ходить так вот я пользуюсь по дороге иду все нормально главное что они сильно до грязи не сняли вот верхний слой собаки где-то не могу их найти то есть не отображаются они почему-то у меня на этом на смартфоне пришел к машине сходил уже в избушку забрал все вещи которые там надо было забирать в другую избушку во вторую но собак так и не не вижу по навигатору по-своему сейчас завел машину поеду туда то сторону куда они рванули буду догонять несколько километров проехал вижу навстречу бегут все старого закинул кузов вернее он сам запрыгнул молодую пустил пускай через ноги доходит впереди бежит хотели побегать вот он будет тебе беготня побегаешь километра 15 за машиной снег мокрый идет кого-то облаяли здесь глухари могут быть она белочка кобель остановился бежал бежал перед машиной становился туда посмотрел там белка сидит рыжая молодая лет через пять удается массив вытянется тут проблемно будет проезжать я уже к избушке подъезжают на этом ручье добрался до второй избушке нормально все медведь ничего не порушил культурно себя вел сходил уже воды принес там по дороге встретил геологов геологи палатка там у них двое там один в годах один молодой парень работают они там уже месяц месяц говорит печки отсырели в избушке бумагу оборачивал банки который привез с собой надо будет печку потом менять там снаружи печка лежит зимой привез надо будет нынче поменять зимой не стал уже менять потому что не до того самое время елки хрен закроешь еще сейчас отгорит получше будет геологии говорят заехали на неделю живут уже горит месяц это говорит а тут ездят горит охотники двух нивах разных целые бригады горит горит вы увидите еще если будут проезжать скажете что хозяин участка ругался как они начали тут ездить тропы понабили аж вот сейчас просто не видно следов тут в этом году работали лесозаготовители и тут калии намесили кое-где а так вот никто не ездил хорошо было видно вот эти вот следы нивы типа уазика такого похожие следы и никак не мог встретить один раз встретил л-200 ехала на встречу я говорю а куда вы поехали то а мы хотели там поселок там дорога идет не идет никуда она не идет тупиковая дорога лесовозная а ну ладно то там мы это развернулись короче и поехали ну дурака включили ну а тут то вообще парни в наглую просто ездят форточники они говорит весь сентябрь ездили вот эти геологи сказали весь сентябрь это сейчас не видать уже в октябре собаки будут облизываться даже не то что облизываться языки проглотят очистки от картошки жир с этого тушенки еще кое-что там с рассольника а полоски с банки все вкусы короче мясо не облаивает значит будет такая каша только запахами а у меня пожиже рассорничек самодельные банки сейчас вот еще покипит лаврушечку кину все 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 готовы на каш на каш на кашке дали то вы сегодня километраж конечно хороший лапы натоптали намяли закат дым стелется дым стелется за работами на печку заменить вот эта печка зимой завезенная вернее в прошлой весной прошлой осенью занес я ее вот надо заменить дрова это последняя дрова у кого-то вот эти и вот эти на тензе так вообще надо ходовой запас дров рабочий но сегодня с утра вернее ночью уже проснулся гляжу тут на улице снег грех упускать такую возможность надо сейчас пока снег следы видно сходить может где следы лосинное встретиться в прошлом году здесь проходил сосняк был вот комплекс нынче прошел и где идти вот сейчас здесь вот перегорожено тут перегорожено навалено помаленьку поползу там старая лесосека дальше идет перед самым крутым склоном притык к ней вот по примыканию свежая лесосека а я раньше вдоль старой вот так вот проходил вот в этом месте соснячок тут нормально идти было огибал и наверх туда в гору сейчас приходится здесь как-то ползти потому что здесь тоже новую лесосеку хреново обходить тут ельник идет такой темно-темнолесие и это там тоже трудно идти навалено там ветровал вон он ветровал ладно поползу по лесосеке пуль прибежала с проверкой примечалась вот вдоль лесосеки так и иду ориентир это простейшее блудить то негде вот один хребет идет по другую сторону ручья там другой хребет видно по склонам все равно куда двигаешься но и так ношу с собой навигатор 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 всегда с собой запасные батарейки к нему и компас в кармане белку одну они облавили сейчас посмотрел там белка сидит я даже не подходил вон в оптику посмотрел видно что белка сидит сегодня белки не нужны с карабином у меня другая цель я сейчас иду вообще на кормежку лосей там после пожара после пожара много ветровальных деревьев ну вот типа таких вот только там побольше и это вот они туда приходят кормиться зимой там и осенью туда приходят но они там постоянно не держатся но кормежку приходят вот у меня зимнее зимнее видео январское вот там есть как раз где там на этой кормежке был они вот этот лишайник с упавших деревьев сдирают зубами ну кормятся лишайником мох лишайник и олени и лоси им там проще кормиться что деревьев много упавших ладно ладно пойду дальше ветер неудобную спину как раз дует она сейчас будет в гору вот так вот забираться и по горе уже вот так вот идти ветер так будет а кормежка там у них под горой вот здесь вот по плоскотине там уже косогор идёт вот так вот если погоре идти тогда будет нормально запах сносить будет все молодцы шоу-шоу смотрю глухарь летит от пульки пулька там капошилась что-то искала ну-ка не рви от нее сел сюда на дерево некогда было уже настаивать камеру просто карабин поднял застрельнул метров метров пятьдесят на нас сидел голову разрубил поощрение в качестве поощрения пускай ищут ну этот знает чуть такой не знаю облаял не облаял это с ним не охотился но это пускай приучается она она кстати и ходила по набродам видать она там ходила потому что от нее взлетел тишина тишина думает что за след такой там гляжу собачьи лапы все понятно это антенна от ошейника пульта прочертила вдоль бревна шла и прочертила проскочила проскочила что-то лает гулхаря облаивали я уже в последний момент услышал что он закекал закряхтел но вот до меня еще далеко было видать от них слетел но я не слышал даже как он слетел собаки резко замолчали все ну значит не наш носится под гулхариным набродом гулхарь то улетел уже и 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 Играет музыка. Вот для чего и нужен топор. Без топора бы сейчас как. Все сырое. Так вот сушину срубил. Щепок с нее нащипал. Бересты. Вот тоже бересту. Гнилушка стоит. Ее быстренько раз топором надрез сделал. Кору снял полностью все. Не щипать там эти перестинки. Целиком вот такую вот. Раз снял поджог и кидай туда хоть что. Уже все жар наберет и уже загорится. Сейчас эти щепки полусырые. Но ничего вон разгорелись. Там у нас еще с комля. Они смолевые. Оттуда он щипал тоже. Все они уже. Жар набирают. Подсыхают, горят. А я че костер-то разжег. Фарта жду. Фарт ушел на 2,600 метров. Ну, 2 километра, 600 метров. Я где-то полчаса ждал, чем это все кончится. Думаю, сейчас с пределов видимости прибора уйдет и все. Но, уже смотрю, сокращаться начало расстояние. И вот сейчас не знаю, надо посмотреть. Уже на километра 800 было. А, так он уже рядом. 780 метров осталось. Ему до сюда добежать. Пулька где-то рядом, он тоже лежит. На нее сейчас лисина чуть не упала. Я на нее кричу. Она бесполезна. Рядом маленькая отошла. Лисина возле нее упала. Пулька даже не подбегает. Весь обед проспит. Фарт, фарт, фарт. Я там накуролесил. Надо ждать, следы распутывает. Гляжу, на одном месте стоит. Крикнул. Вот сейчас сокращается расстояние. Ха, ха, ха. Иди сюда. Ползет. Еле-еле. 2,650 в одну сторону. Столько же в обратную. Да, Артюга? Кого ты там? По какому следу ходил? Куда? Все свое получила. Заметалась, заметалась. Что ты свое уж съела? Все. Все, нельзя. 240 метров. Пулька там кого-то облаивает. Пойду, посмотрю. Может, глухая. Идти все равно надо. В любом случае. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...